Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать в Forza Horizon 5. Как вы думаете, чем я сейчас занимаюсь? Фармом очков скиллпойнтов. По названию видео вы уже поняли, что в этом видео я вам покажу и расскажу, как заработать много денег с помощью, в том числе, вот этой вот штуки. Это, наверное, самый... Это даже не наверное, это самый быстрый способ, который я только видел в Forza Horizon 5, чтобы заработать кучу-кучу денег. Сразу скажу, это не моя идея, не мой способ. Я его нашел на англоязычном ютубе. Я в описании оставлю ссылку на оригинальное видео. Но я считаю, что русскоязычная комьюнити тоже достойна такого видео. Итак, что нам нужно? Значит, для начала нам нужна любая машина, формула Дрифт. Для того, чтобы, в общем-то, когда мы ее купим, в моем случае это формула Дрифт Тойота Супра, мы переходим в Автоталанты, и мы должны прокачать ее таким образом, чтобы максимальный множитель мог вырасти до 7. Чтобы все это ускорить. Если у вас нет Автоталантов или нет денег на машину, это, в принципе, ничего страшного. Все равно этот способ сработает. Просто чуть-чуть дольше придется подождать. Нам нужно накопить очки Автоталантов. Нам нужно накопить их много. На данный момент у меня 29. Что мы делаем? Мы, значит, берем нашу вот эту машину, переходим в творческий центр Horizon Super 7, создать карточку с испытанием и проложить маршрут. Обратите внимание, что мы должны находиться на вот этом вот Дрэгстрипе, либо на другой какой-то дороге, но желательно максимально прямой и с минимальным каким-то количеством препятствий. Ставим в конец, короче, вот этого Дрэгстрипа штуку, и у нас должна быть включена перемотка. И в настройках игры. То, что тут включена, это еще не значит, что она... Ну, то есть, если вы играете без перемотки, то перед этим зайдите в настройки игры в сложности и, в общем-то, включите перемотку. Собственно, создаем... Тут неважно абсолютно на остальные настройки. Главное, чтобы вот перемотка была включена. Создаем эту карточку Super 7. После чего мы открываем меню. Значит, редактор схем. Открываем библиотеку. На ту же кнопку у меня, что и меню она открывается. Ну, и, по сути, наверное, у всех. И выбираем вот эту вот рампу. Значит, и ставим ее чуть-чуть дальше. Но главное, чтобы после этой рампы, вдоль вот этой прямой, еще было место. И чтобы она стояла чуть левее от центра дороги. И чтобы расстояние до нашей машины тоже было такое нормальное. Все, значит, выходим из этого редактора. Далее, на нашей машине набираем скорость. Я заметил, что это примерно 180 км в час нужно набрать. И, в общем-то, прыгаем таким образом, чтобы совершить бочку в полете. Вот так вот. Но главное, чтобы вы не сделали, не были слишком долго в воздухе. И чтобы игра у вас не перемотала вот так. Ревайн должен произойти таким образом, чтобы мы в этот момент только слетали с рампы, но еще не перевернулись в воздухе. И если у вас не получается, как и у меня, в общем-то, сейчас ревайнднуть, то попробуйте просто прокатиться вдоль прямой и обратно, в общем-то, и еще раз попробовать. Потому что тогда эти ревайнды сбросятся и, в общем-то... Итак, вот как оно должно выглядеть все. Вас должно ревайнднуть вот именно таким образом. Желательно даже, чтобы машина еще больше наклонена была. Но, в общем, вы должны убедиться, что, когда вы приземляетесь, ваши очки как бы не сбрасываются, и бочка вот эта вот вам засчитывается. После чего мы, в общем-то, сразу, как только жмем продолжить с этого места, включаем паузу, открываем редактор схем. И я не совсем идеально, не совсем в идеальном положении нахожусь, но для того, чтобы показать... Самое идеальное положение, это чтобы машина полностью вверх колесами была. Выходим из редактора схем обратно, ревайндим. И после того, как мы ревайнднули, вы можете заметить то, что машина застыла в воздухе. И нам начинают начисляться вот эти очки. И от позиции машины зависит также то, с какой скоростью эти очки начисляются. То есть, если бы я ровно вверх колесами был, очки вот эти начислялись бы быстрее за бочку. Это такой баг, нужно выполнить вот в такой последовательности. И если у вас x5 очков, то вам нужно 100 тысяч очков набрать здесь. Если у вас максимальный множитель x7, то 72 тысячи, короче. Больше набирать очков не стоит, потому что максимум, что мы можем получить, это 10 скиллпоинтов за вот эти вот очки. То есть, там 12-20 скиллпоинтов мы уже не получим, а мы здесь ради них. Это самый быстрый просто способ. Вот буквально минута, наверное, прошла, и у меня уже 10 скиллпоинтов почти что. Если бы я еще и правильно, ну, лучше машину позиционировал, то было бы еще быстрее. Потому что дрифтить по вот этой прямой, что-то там ездить, какие-то гонки, это все... В общем, 75 тысяч. Значит, мы заходим в редактор схем, после чего выходим из него обратно. И у нас машина едет дальше. И, в общем-то, главное, затормозите. Да, и лучше бы я все-таки постарался побольше, чтобы безопаснее приземлиться. Потому что здесь, как бы, ну, вы сами видите, могло оно сброситься, мне кажется. После того, как очки засчитались, мы жмем ревайнды. И жмем их до конца, пока вот у нас не запретит игра ревайндить. То есть, вот сейчас мы уже в воздухе, но мы все равно дальше ревайндим, ревайндим, ревайндим. До того момента, пока... Пока вот, пока игра не скажет, пошел-ка ты вон отсюда. Жмем продолжить с этого места. И ситуация повторяется, как говорится, история цикличная, в общем-то, йоу-йоу-йоу. И, соответственно, таким образом можем сколько хотим этих очков фармить. И сейчас, после того, как вот это вот все сейчас дофармится, я покажу, зачем мы эти очки фармили. И, в общем-то, каким образом мы эти очки сейчас превратим в кучу-кучу денег. Итак, вот наши 72 тысячи. Значит, опять-таки, заходим в редактор схем, выходим из него и приземляемся. И сразу же тормозим, чтобы никуда не врезаться и чтобы не сбросились очки. И вот, когда очки засчитались нам, мы, значит, спокойненько выходим из этого испытания. После чего перемещаемся в вкладку машины покупать новые ИБУ машины, в общем, ну, на Харайзен фестиваль. Открываем автосалон и два раза кликаем кнопку влево. И у нас есть вот такой вот джип Виллис. Мы его покупаем за 40 тысяч кредитов. Я думаю, те, кто видели, смотрели другие какие-то способы, они знают про Тойота Супра. Но Тойота Супра стоит 55 тысяч. Способ, в принципе, такой же похожий, но только вот джип вот этот вот стоит дешевле. После чего переходим в гараж, модификации и тюнинг, автоталанты. И прокачиваем вот эту ветку, значит, автоталантов вот так вправо, потом вверх. И получаем супервиллспин за это. И таким образом повторяем вот эту вот махинацию столько раз, сколько хотим. Насколько у нас хватит денег и очков автоталантов. Итак, у меня, по-моему, было тысяч... По-моему, был 1 миллион 200 тысяч в начале. А может и меньше. Плюс еще в том, что до этого джипа, во-первых, долистать в автосалоне быстрее. И на него бы... Во-вторых, на него как бы меньше денег тратится. Ну и плюс это удобно. Просто удобно. Ну вот, в общем, я купил 5 вот этих вот джипов Виллис. Соответственно, на них я потратил 200, получается, тысяч. И теперь выходим из этих автосалонов. Вот они, наши призовые супервиллспины. 5 штук. И, в общем-то, давайте покрутанем их. Итак, 200 тысяч я потратил. И, естественно, за 5 призовых веллспинов, супервиллспинов, мы просто, ну, как бы обязаны купиться. Уже 100 тысяч плюс 25, там, по-моему, в прошлом есть. Плюс нам выпало Феррари. Ну и как бы, если учитывать еще и цены машин, в принципе, которые выпадают, все, уже окупилось полностью. И вот, допустим, у нас было бы сейчас 200 тысяч изначально. И мы, получается, уже 1100 с чем-то сверху заработали. И повторяем точно по такому же принципу. Самый, наверное, быстрый способ, потому что до этого джипа Виллис, две кнопки влево. Потому что, например, супру, когда другие покупают, там, короче, все немного по-другому. То есть, надо куда-то листать. Вот это очень-очень долго ищется. Тут два раза вот так влево, и все, и готово. Ну и плюс очень дешево. И повторяйте вот эту вот фигню сколько раз хотите, в общем-то. И вот, например, сейчас у меня миллион есть. Если бы я на миллион закупился, там хотя бы, ну, один, а то, я уверен, и больше веллспинов было бы, из которых прям какие-нибудь суперкрутые машины, может быть, выпали бы. Или 400 тысяч, например. В общем-то, я думаю, ну, никому не нужно объяснять то, что очень много денег можно на этом, вот так вот, таким способом заработать. В общем, все, всем спасибо. Поставьте лайки, посмотрите другие видосы по Форде. У меня их сейчас просто очень много. Какой же этот Виллис громкий. Все. И пишите комментарии, конечно же, да. А, и еще забыл сказать. Заходите вот в эти коллекции и забирайте награды. Потому что из супер веллспинов выпадает куча машин. Поэтому переходите в машины коллекции машин и забирайте тут награды, если они у вас появятся. Ну, и еще желательно, конечно, в признании тоже вот это вот. Тут часто машина. Вот, например, здесь у нас подарок какой-то горит. Вот нам какую-то машину дадут. Лотус. Неплохо. Вот и все. Всем спасибо. Всем пока.